Одно из самых удивительных заблуждений, что счастье человека в том, чтобы ничего не делать. У меня нет всего, что я люблю, но я люблю все, что у меня есть. Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь. Пора перестать ждать неожиданных подарков от жизни, а самому делать жизнь. Мы только от того мучаемся прошедшим и портим себе будущее, что мало занято настоящим. Прошедшее было, будущего нет. Есть только одно настоящее. Дело не в том, чтобы знать много, а в том, чтобы знать из всего того, что можно знать, самое нужное. Мудрый человек требует всего только от себя. Ничтожный же человек требует всего от других. Если любишь, то любишь всего человека, какой он есть, а не каким хочешь, чтобы он был. Всегда кажется, что нас любят за то, что мы так хороши. Но мы не догадываемся, что любят нас от того, что хороши те, кто нас любит. Для того, чтобы легко было жить с каждым человеком, думай о том, что тебя соединяет, а не о том, что тебя разъединяет с ним. Без любви жить легче, но без нее нет смысла. Я уверен, что смысл жизни каждого из нас — просто расти в любви. Чем человек умнее и добрее, тем больше он замечает добра в людях. Все дело в мыслях. Мысль — начало всего, и мыслями можно управлять. И поэтому главное дело совершенствования — работать над мыслями. Нам кажется, что настоящая работа — это работа над чем-нибудь внешним. Производить, собирать что-нибудь. Имущество, дом, скот, плоды. А работать над своей душой — это так, фантазия. А между тем, всякая другая, кроме как работа над своей душой — усвоение привычек добра. Всякая другая работа — пустяки. Все великие перемены в жизни одного человека, а также и всего человечества, начинаются и совершаются в мысли. Для того, чтобы могла произойти перемена чувств и поступков, должна произойти прежде всего перемена мысли. Хочешь быть умным? Научись внимательно слушать, разумно спрашивать, спокойно отвечать и перестать говорить, когда больше нечего сказать. Когда тебя предали, это все равно, что руки сломали. Простить можно, но вот обнять уже не получается. Каждый мечтает изменить мир, но никто не ставит целью изменить самого себя. Настоящая вера не в том, чтобы знать, в какие дни есть постные, в какие ходить в храмы, какие слушать и читать молитвы, а в том, чтобы всегда жить доброю жизнью, в любви со всеми, всегда поступать с ближними так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Сила правительства держится на невежестве народа, и оно знает это, и потому всегда будет бороться против просвещения. Пора нам понять это. Кто счастлив сам, другим зла не желает. Счастье охотнее заходит в тот дом, где всегда царит хорошее настроение. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Если вдруг вы стали для кого-то плохим, значит много хорошего было сделано для этого человека. Одно из самых обычных заблуждений состоит в том, чтобы считать людей добрыми, злыми, глупыми, умными. Человек течет, и в нем есть все возможности. Был глуп, стал умен. Был зол, стал добр. И наоборот, в этом величие человека. И от этого нельзя судить человека. Ты осудил, а он уже другой. Мы часто повторяем, что о человеке судят по его делам. Но забываем иногда, что слово — тоже поступок. Речь человека — зеркало его самого. Все фальшивое и лживое, пошлое и вульгарное, как бы мы не пытались скрыть это от других. Вся пустота, черствость или грубость прорываются в речи с такой же силой и очевидностью, с какой проявляются искренность и благородство, глубина и тонкость мыслей и чувств. Спасение не в обрядах, таинствах, не в исповедании той или иной веры, а в ясном понимании смысла своей жизни. Если вашего ухода никто не заметил, скорее всего, вы ушли не зря. Самый верный признак истины — простота и ясность. Ложь всегда сложна, вычурна и многословна. Тройной рецепт против горя и обиды. Подумать о том, как это будет неважно через 10-20 лет. Как теперь стало неважно то, что мучило 10-20 лет тому назад. Вспомнить, что сам делал такие дела, которые не лучше тех, которые тебя огорчают. Подумать о том, в сто раз худшем, что могло бы быть. Вдуматься в положение, в душу огорчающего тебя человека и попытаться понять, почему он не мог поступать иначе. Величайшие истины — самые простые. Все приходит к тому, кто умеет ждать. Все ответы находятся в тебе. Ты знаешь больше, чем написано в книгах. Но чтобы вспомнить это, нужно читать книги, смотреть в себя, слушать себя и доверять себе. Лев Николаевич Толстой 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 Продолжение следует...